Всем привет! У меня сегодня просто отличное настроение, потому что сегодня мы приехали в Botanica Luxury Villas. Только вдумайтесь, в 2017 году этот вилловый поселок стал победителем в номинации лучшего люксового вилла Пхукета. Давайте я сначала сам осмотрюсь, как-то прокомментирую, а потом уже поговорим о компании, о ценах и рассрочке. Первое, на что обратил внимание, сейчас на улице жара где-то 30-32 градуса. Здесь отключены кондиционеры и здесь прохладно. Это опять же связано с тем, что здесь крыши идут треугольные, весь горячий воздух уходит наверх и работают по факту только вентиляторы, то есть кондиционеры гонять не нужно. Опять же, когда я общался с владельцем компании, он сказал, что у нас концепция была такая, сделать большие площади и сделать как можно больше открытого пространства. За счет этого у них очень много окон, которые открываются, раздвижные системы везде стоят, то есть по факту здесь всегда свежо. Сразу заметил то, что это тиковое дерево, очень дорогое, можно сказать, что оно бессмертное, его не грызут термиты, муравьи, сто лет простоит. Кухня очень крутая, я мечтаю такой кухни здесь есть и жаровника, это я не знаю, как правильно это называется, духовка, даже есть барбекю. Давайте посмотрим здесь что. Полки, полки, посудомоечная машина, очень много техники, техника Гаген Ау. Застройщик сказал, что это очень крутая компания. Смотри, как открывается. Тут у нас полки, холодильник встроенный, воды попьем. Я как-то летел в Малайзию и в журнале, в самолете увидел рекламу оконных систем Sun Paradise. И это как раз была фотография из этого проекта. Я еще не видел такие раздвижные системы, она как гусеница какая-то, очень красивая. Считаем спальни. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре спальни. Это святая святых, мастер-бедрум, ну или по-русски хозяйская спальня. Здесь у нас ванная, один душ идет внутри помещения и один снаружи, тропический душ под открытым небом. Очень крутое сочетание хай-тековой какой-то техники, мебели с натуральными отделочными материалами. То есть здесь идет камень. Просто дизайн офигенный. Считаем шкафы. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Шкафов много не бывает. Это факт. Ребят, ну посмотрите, ну разве это не мечта проснуться, вышел, потянулся и прыгнул в свой собственный бассейн. Пошли смотреть беседку. Также идет джакузи и еще один тропический душ. Здесь можно вечером посидеть, поужинать, вина попить, отдохнуть после очередного дня, проведенного на Пхукете. Пошли наверх. Еще один санузел. Эту территорию застройщик может оборудовать под вас, под ваши предпочтения. То есть стандартно здесь идет зона для жарки барбекю. Но когда я общался с владельцем компании, он говорил, что у них были клиенты, которые делали здесь себе и боксерские груши вешали, то есть сделали маленький спортзал. Был клиент, который попросил поставить здесь барную стойку и бильярдный стол. То есть эту зону можно спланировать таким образом, каким хотите именно вы. Не нужно быть строителем либо риэлтором для того, чтобы разглядеть, какое высокое здесь качество, как клево все сделано. Еще очень правильный момент. Иногда делают дома в Таиланде и крыши, они очень узкие. А когда в Таиланде, например, начинает сезон дождей и идут косые дожди, если крыша узкая, то вода попадает в дом. Посмотрите, какое расстояние здесь от начала дома, от окон до края крыши. Примерно 6-7 метров. Дизайнер, он же и владелец компании, действительно талантливый человек, потому что каждый квадратный метр здесь использован максимально эффективно. Нету потери площади. Все сделано на высшем уровне. Дом посмотрели теперь непосредственно про проект. Ботаника Лакшер Виллас находится в Бангтау, рядом с комплексами Лагуна. То есть это развитый застроенный район. Здесь есть вся инфраструктура, есть гипермаркеты, заправки. До моря здесь 10 минут на автомобиле, до аэропорта 25 минут. То есть мы находимся рядом между аэропортом и Патонгом. То есть нам и до центра близко, и до аэропорта. Вообще Бангтау очень интересный район с точки зрения того, что здесь мало кондоминиумов. Здесь в основном идут виловые поселки. То есть это тихое, спокойное место, где минимальное количество соседей. А теперь самое интересное. Это цифра. Самый недорогой дом в Ботанике стоит 19,5 миллионов бат. Это будет дом с тремя спальнями, четырьмя санузлами. Это будет одноэтажная вилла. Площадь земельного участка будет 490 квадратных метров. И 308 квадратов это будет именно жилая зона. Естественно, в эту цену входит вся мебель и техника. То есть все, как видите, в шоуруме. Если вы не хотите такой мебельный пакет, вы можете получить скидку в 1,5 миллиона бат. И купить ту мебель, которая нравится именно вам. А самая дорогая вилла в этом поселке будет по площади 1100 квадратов. Это будет 4 спальни, 5 санузлов. И по цене это будет примерно 48-49 миллионов бат. В среднем обслуживание дома в этом виллом поселке будет обходиться в районе 8-9 тысяч бат в месяц. В это входят услуги охранников, вывоз мусора, уборка территории, внешнее освещение. Если вы хотите дополнительно чистку бассейна, уход за садом, то математика следующая. Услуги садовника стоят 1000 бат один визит, а услуги по чистке бассейна 3000 бат в месяц. Меня приятно удивил подход застройщика к клиентам с точки зрения рассрочки. Стандартный пакет идет следующим образом. Бронирование виллы 2%, в течение месяца оплата 28% и остальные 70% в течение полугода. Но всегда рассрочка подбирается исходя из пожеланий клиента. Здесь можно договориться на рассрочку до 2 лет и вплоть до того, что в первый год оплатить 60% и забрать ключи. И второй год, уже пользуясь своей собственной виллой, проживая здесь, в течение второго года оплачивать остальные 40%. Это беспроцентная рассрочка, здесь нет каких-то штрафов, пения, каких-то переплат. Это просто застройщик так подстраивается под клиенты. Опять же, интересный вариант с точки зрения инвестиций. Здесь мало домов, которые сдаются в аренду. Застройщик говорит, что в сезон те дома, которые у них есть, с ноября по марта они сдают от 30 до 40 тысяч бат за ночь. Это неплохие деньги. После всего увиденного я понимаю, почему здесь очень хорошие, очень высокие продажи. Как сказал владелец, мы не просто строим проект, мы строим дом вашей мечты. За счет того, что подстраиваемся, делаем индивидуальный дизайн и прочее. Я видел много домов в Таиланде. Видел дома и за 5 миллионов, и за 10, и за 30, и за 50 миллионов бат. Стоит ли этот дом 20 миллионов бат? Да, стоит. Резюмируем. Качество строительства высокое. Местоположение очень удобное. Если у вас есть возможность и желание приобрести дом за такой внушительный бюджет, то берите, даже не думайте. Этот дом, эти проекты, они реально стоят этих денег. На сегодняшний день у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять комментарии. До скорых встреч!